Ладно, спасибо вам огромное. У нас последние матчи перед брейком. Начинается миф versus Triumvirate. Мифам удачи, кстати. Давайте, ребята, тащите. Да, удачи. Всем спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Пока-пока. Да, и Ратл тоже вписался в скимидор. Ну, чтобы было не скучно. Значит, у мифов Ратл и 2 наискорпа, Вультуров, Фитилиск, 2 Полифайра, 2 Хэмдома, Тикор и Вигил. У Тримираторов 2 Элуса или у Элуса 2 Тримиратора, даже не знаю. И 2 Доминикса, 2 Векс Разнави, то есть какой-то более-менее дронный сетап. В принципе, мы их видим мало на этом АТ, так что велкам. Ну, Triumvirate вчера выставили, по-моему, зеркалочку этого. То есть у них были все те же домики, центревые. Иус весьма, вероятно, тоже центревые. Сейчас, кстати, видимо, что джамп пошел по бобрам, то есть снимают они с себя часть ДПС. Базилик у мифов попадает под скребок и под ультра ДПС. Ну, центрики имеют такую специфику сразу же наносить свой дамаг, вне зависимости от того, где таргет на арене. Так что, танканет ли он, это большой вопрос. Ну, если он обычный, то у него уже большие проблемы, потому что в него входит очень большая альфа и как только он... Скоро 70, он МВДшный, он под скребком и под сеткой. Смотри, Доминикс, кстати, очень быстро утекает у Triumvirate, и если он умрет раньше Базилиска, то весьма вероятно, что мифом... Вау, ваншот Prefire. Да, ваншот Prefire, что Triumvirate, вернее, уже ДПС для базика не хватит, если Доминикс сейчас умрет, а он умирает очень быстро. Да, похоже, что он не хуловый, но вроде инвизиторы пытаются его немножко откачать, но... Слушай, не что получается. Два фрегологиста, они не выкачивают его, то есть ему просто нужно жить как можно дольше, и смотри, смотри, они начали снимать ДПС. И Бобры реально умирают. То есть они понимают, что, возможно, они успеют спасти Домик. Нет, Домик они не успеют спасти, но они смогут продлить жизнь остальных Доминик, потому что Бобры сейчас умрут все. Дорее, кто Домик танкует, посмотрел, ну, уже не танкует. Не танкует, но в принципе... Кстати, шутки шутки, но это Wargoat, это их ФК, скорее всего, на самом деле. И хитрые-хитрые мифы. На самом деле, сейчас вроде Хаунд тоже должен умереть, посетку по скрамм, по пейнтерам. Вопрос, на что его разменяют? Здесь его разменяют еще на один Домик, но это не так, скорее всего, потому что сейчас в Релоуде, на Скорпын, сколько я вижу. Да, как и Ратлснэйк тоже, судя по всему, в Релоуде. Ну, да, нет, давай все утром на поезде. Базилис купал Джамм, и Магдовена минус Хаунд. Нет, нет Леек на Хаундах, когда их Праймарин. Да. Пошел Дома, кстати, вот сейчас по Домику, посмотри, по Домику команду 3 убирает. Хаунд еще один играет. Кстати, посмотри, нам показывают Рапидлайтовый Скорп, это Рапидлайты 100% у всей Тима Миф. Рапид Хэви, ты хотел сказать? О, да, 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 ну, ты понял, Рапид Хэви, ты понял у меня. Да, значит, Расилиска вышла из Джамму, но, тем не менее, Бобров они всех отстреляли. В принципе, очень грамотный ход, потому что Бобры реально много вносили до Песа. Сейчас фрегологисты стали более эффективны, хотя бы они хоть что-то могут откачать. Вопрос, смогут ли они дальше пробить либо Василиска, либо прокачка Расилиска. Сейчас они пытаются раскидать Джамму на Раттлстнеке и Скорпу, и при этом бить Василиска, если у него, допустим, каптрансферов с него спадет. Там каптрансферов нет, по-моему, я. Хотя, слушай, я не знаю, но я, честно, не видел, по-моему, это... О, и, походу, действительно так и происходит, потому что Василиска умирает. Ну, Василиска был явно не под АШБ, он слишком долго танковал до этого, поэтому, скорее всего, сейчас Джамму упали с Скорпы, и у Василиска просто кончилась капа на обычной шелбыстре. Ну, тут такое, нужно все-таки, что, ну, камеры не приближали, поэтому я каптрансферов не увидел, ничего сказать по этому поводу его не могу. Ну, да, пока не было непонятно это до конца, но, скорее всего, это было так. Мы вообще рад, что трижки показывают дроносетапы. Никто больше не показывает дроносетапы так хорошо, как они. Они вытаскивают дроносетапы с топерами дронами и побеждают на них. Да, и, похоже, на эскорт сейчас тоже будет страдать, но при этом Доменикс не продавливается, даже учитывая, что откачивают какие-то два логиста своих, вот, интригатных. Ну, слушай, да, то есть, вообще, в начале боя было видно, как два фрегологиста, они реально очень долго держали Доменикс под таким ультра-дпсом, что, не знаю, говорит о многом, о том, что действительно актуально на этом альнинском турнаменте, хотя до этого, сколько их не выставляли, они все как-то, ну, сливались обычно, но сразу же почти. Ну, тут их некому убивать, по большому счету, поэтому, наверное, так они долго и живут. Нет, я больше говорю о том, что они действительно и качают, и могут даже пожить вроде. Где-то, да, некому убивать. Здесь они на АБ, здесь их никто, в принципе, вроде не убивает. Они их хорошо откачивают, пурифайры, все бомберы у них умерли, и дамаги стало фактически в два раза меньше. Ну, ты знаешь, ты знаешь, Ингвизитор сейчас топил 1600, и, быть может, это МВД. Нет, это сказать, что игре ФАБД. Потому что его, типа, хоть и фиг знает. Хотя, вроде, слушай, на нем сетка. Не знаю. Ну, да, нет, 1100 под сеткой, это МВД, это МВДш, это МВДш. А, все-таки МВДш. Ну, я смотрю, его кто-то сеткует, кто его сеткует-то вообще, господи? Ну, как вариант, могут быть какие-нибудь сетка дроны, но это как вариант? Ну, это единственный вариант, на самом деле, потому что я думаю, что он не в классе. Было бы глупо идти в класс. А, слушай, нет, он на орбите домик, он вообще около своих всех, он далеко не улетает. Ну, допустим. Потихоньку... Тарфейт, да? Это сетка дроны, похоже. Потому что ты видишь, красный пак электронных дронов за ним летит. Да, похоже на то. Но они не все, чтобы сильно его тормозят. Хотя, вручную, что он не тормозил. Слушай, ну, вот сейчас нам показывают команду МВД и то, как они себя ведут. Это действительно был тинкер через базилиско, потому что, видишь, они все кучнико стоят. Их бамкнул. Посмотри, какой красивый бамк. Просто улетел. До свидания. И вультура тоже падает. Да, действительно, это был тинкер через базилиско, который попросту не удался под таким ДПСом. И навискарпа отбомпали, он сейчас отдельно от всех своих друзей. И, наверное, бить его именно не будут. Потому что он не будет. Да, его сеткуют. И фокусит именно его. Слушай, без бобров у мифов не хватает ДПСа. Прям совсем не хватает. Слушай, поехали, посмотрим другой бой. Здесь уже 3 оверей точно побеждают. На другой камере у нас тем временем нерф итальянс go away и дримфлит. Нерф итальянс это 2 флитфуна, 2 слепнира, 1 базик гиена, 2 хавка, 2 крифина, 1 экзекюр. Экзекуционер, простите. Дримфлит у нас 2 флитфуна. Легион. Арморная черепаха с легионом, давна нейтрагидон, 2 блокберда и 2 маледикшина. Посмотри, сколько контроля у дримфлита. И он на всех 100% раскинут уже. Это, блин, внушает. Ну, слушай, базилист до сих пор живет на самом деле. Вот что я хочу сказать. И базилист, по-моему, не тингер. Это не тингерский базилист у нерфит. То есть это АБ базилист, который сейчас кайтит и пытается, будучи только под таргет-пейнтером, вытанковывать дамаг дримфлита. Но они как-то распределяют дримфлит свой дамаг. Там хавк потихонечку течет одновременно. Видимо, отменяется. Хавк в классе могут... Ну, смарт нет, хотя да, действительно. Тут смотри, блэкберды сейчас, не блэкберд, упал под нейтреки. И, возможно, джамить он будет куда хуже. Так что... Да, наверняка. Нерфит пытается просто вгрызть себя в них, раскидать свою электронику и убить за счет. Этого электронику противника. Я вижу очень много в классе там дронов. Смарт пока никого нету. Это, кстати, печально, потому что дронов с одной и с другой стороны очень много. Ремрепные дроны я вижу на... Арморные. Это, наверное, дримфлитовские, судя по всему. И вроде бы они даже откачивают. Слушай, блэкберд танканул. Блэкберд выкачали с конца армора. С конца армора его выкачали. Ну, Василиска тихонечку усадит, но... Я бы не сказал, что серьезно. Хотя, смотри, призрака упали в флифу на судьбу-то маги. По-моему, базилиск чувствует себя у нерфи-то весьма вольготно. То есть, один таргет пейнтер, это такой, знаешь, стрёмный дамаг. Он откачивает свою хавку, то есть, позиционированием у него никаких проблем нету. И блэкберд, ну, сейчас, на самом деле, ББшки из-под нейтриков выскочили. Это говорит о том, что джамм они вновь хорошо реализуют. Но на базилиске до сих пор нет джамма. Они не выскочили. Просто все нейтрики на легион положили, на мой взгляд, не очень эффективно, потому что его занятилить паткап-трансфером достаточно сложно. Ну, мало нейтриков. Большим количеством нейтриков можно занятирить. Ну, естественно. А легион там потеет. Реально потеет. Потому что Маледикшены могут умереть в любой момент. Блэкберды тоже очень, как бы, плохие корабли для откачки. И он там потеет, спасает их как может просто. Пока что у нерфид никто серьезно не умирает. Мне кажется, что у Dream Fleet надо что-то сфокусироваться. Может быть, в какой-то мелочи у меня начало. Ну, знаешь, такое... Посмотри, один грифин сейчас точно не в джамме у нерфидов. Второй, точнее, он же держит. По-моему, почти все джаммира на легионе. И легион, если второй грифин выскочит из джамма, если он вдруг в джамме, и кинет все свои джаммира на лего, то есть шанс, что она провалится все-таки. Да. В принципе, не знаю, почему у Dream Fleet они пытаются убить те же грифины, потому что грифины откачивать достаточно сложно. Слушай, они, кстати, свечны ли весь фокус на Хавка? И если Базилиска шебешный, то именно сейчас он перезарядится. И шансов на его убийство, если он шебешный, будет еще меньше у Dream Fleet. Да, верно. И так как он почему-то не качает, кстати, Хавк? Хавк сам качнулся шебешечкой. Не знаю, почему Базилиска их не качает. Но флитфуны в перезарядке. Дамаг по Хавку реально проходит, наверное, от каких-нибудь дронов и Маледикшенов, поэтому такое. На самом деле, реально им надо сейчас попробовать убить грифина. Я не вижу... Слушай, они достаточно далеко, правда. Грифины еще и ездят нон-стоп, они очень далеко. С ними ничего не сделают черепашки. Ну, в принципе, попробовать можно. Попробовать можно, потому что откричать грифину все-таки это не Хавку. Не-не. А рапидные флитфуны стреляют на 60 километров. Если их бустить на дистанцию, то это 80 максимум, ну, 90. Ну, тут, может быть, как раз такое расстояние есть. Может быть, даже, слушай, ближе. Они между друг другом, у них расстояние 30 километров. Хавка, кстати, потеряли. Да, Хавка потеряли, потому что второй поход потеряли. Возвезд почему-то не качает. Возможно, у них там траповый фит, который, ну, включает лейки, включает сошел АШБ, я не знаю. И он думаешь, до сих пор не смог переключиться обратно? Вот так. Я не знаю тогда. Ну, я смотрю, его и Мазик сейчас едет 300. То есть, создается впечатление, что он даже не спешит к своим подопечным, которые где-то вдали от него умирают. Да, и Хавки в Клазе были, они умерли. И сейчас там я вижу, что все что-то в Клазе есть. Это Экзекутинер, ну, хрен бы с ним, допустим. Там что-то БШ какой-то есть. Вот ты знаешь, смотри. Хавки могли контролировать Мальков. Сейчас Мальков никто не контролирует. И теоретически они могут врываться на Гриффинов и пытаться с ними что-то делать. Будут ли они это делать? Вопрос. И вопрос, чем в том, что какую роль они не выполняют. У них арморный логист на 4 километра, я думаю, нет. Не стоит. Они сейчас держат 2 слепни на смотрение оба под скрамблером, и они могут их попробовать похавать. Хотя они вроде пока пытаются Экзекутинера пробить. Который, в принципе, уже откачивает. Не знаю, Василийск раздуплился, походу. Ну, Василийск раздуплился, да, но это Экзекуционер. То есть его не выкачать, его не выкачать. Кстати, скорость у него довольно бодрая. Видимо, он пытается как-то нивелировать дамаг по себе за счет своей скорости. Весьма вероятно. Да, с сигнатурой. Ну, пока что вроде фуна опять перезарядки. Какой-то ДПС вносится в слепни, в общем-то, в дважды. Слушай, нам показывают очень интересную вещь. А капу наливают в Ваську. Кто-то льет капу в Ваську. И вполне вероятно, что это не HB, это шеллбустер. То есть танк у него, по факту, почти перманентный. На себе. Посмотри, видишь кап-трансфер. Они пытаются пока слепни пробить, но, мне кажется, через откачку им не хватит ДПС. Надо попробовать, может быть, Гриффина убить, чтобы было попроще. Это кап-трансферы с фуна. В пуны без проб-модули. Они ехать не могут. Не, не, смотри, он едет, ездит с 1. 600 скорость уже. Фуна? А, все, ехать могут без опросов. До этого просто нифига не ехали. Я что-то не задумывал. Мы, видимо, решили, что надо все-таки поехать. А я почему-то хотел сказать, что хавки оказались далеко, фуны ехать не могли, и поэтому Басилис не дотягивался, боясь выскочить из-под кап-трансферов, из-под которых, кстати, он сейчас выскочил. Смотри, шутки шутками, на самом деле. Легион отпотел. Он основной, как бы, ну, мерзость, когда происходила вся с Белкбердами и Маледикшенами, он пережил. Сейчас почему-то дамаг снизился на нефиг. Я не знаю, может, они дроны какие-то потеряли. Может, еще что-то. Может, с липни не попадают. Но по факту Белкберды и Маледикшен не текут. Если сейчас 2 минуты Дрэмфлид потерпят, они выиграют. То не победят. Вообще, Легион тебя вольготно чувствует. Смотри, он кинул 4 лейки. Ну, мы всего 4, если там чуть больше. Где-то на фрегатах, наверное, рецикл, как и на Белкбердах. И этого просто за глаза, чтобы откачивать весь ДПС, нерф, итальянс, головой. Они сейчас непонятно, на самом деле, кого они, правильно? А, они решили Армагеддон пощупать. Не знаю, правильно ли? Дрэмфлид, кстати, Дрэмфлид с некой периодичностью переключается. Но экзекуционеры хочет себе еще очко выиграть. Посмотри. Да, и, кстати, у них, кстати, похоже, это получится. И да, он умирает. Еще небольшой запас. Они могут сейчас потерять, в принципе, один Блэкберд и даже один Маледишн вместе с ним. Знаешь, в чем проблема? Я понял, почему с ней ДПС. Тайфуны упали в джам. Весь джам теперь на тайфунов, в основном. Гриффинок тоже пытается вроде заджамить, но, походу, тайфун реально в джаме у Гоуэй, и они не могут дамажить. Вот поэтому Блэкберды не текут, Армагеддон не течет, и все реально плохо. Ну, слушай, здесь, скорее всего, уже никто в этом бою не умрет за минуту. Никто. Потому что в Dreamflate нет ДПС необходимого, а у NERF, ну, может, разве что, Гриффин? Тоже, собственно, нет никакого ДПС, чтобы это все убить и расконтролить. Ну, может быть, Гриффин сейчас умрет. Ну, я не знаю, их не особо пытаются. Может, они слишком далеко для того, чтобы... Ну, по скорости Гриффинов, они выставились на максимально сейфовую дистанцию, и до македдон никакой не пойдет. И Гена, в принципе, тоже АБ-шная, я вижу, в 1000 скорости. Знаешь, Гена держит только Target Painter. Сетки там вообще не нужны ни на ком, там нет ничего, по-моему, АБ-шного. Так, он был бы, который продавливать. Вроде подхватил. Единственное, что он успеет, ли он все лейки переключить на Блэкбёрд, чтобы его спасти. И Блэкбёрд умирает или нет? Непонятно. Ну, ты решишь, Блэкбёрд умирает или нет? Умирает. Итак, нужно за 30 секунд убить второй Блэкбёрд. Слушай, ну, Джамма, Джамма, Джамма сейчас станет меньше. Джамма станет меньше определенно. Да, вообще весь Джамм, кстати, упал. Я не вижу, чтобы второй Блэкбёрд кого-то не... А, второй Блэкбёрд, типа всего, в Джамме от Гриффинов. Кстати, не будет, или он ценит, или он ценит такого состояния, что не может его убивать. 15 секунд. 15 секунд на то, чтобы убить Блэкбёрд. Если вы убиваете, вы побеждаете. 9 секунд. Першина в мире фитальянского ГОВА он сейчас просто может вырвать победу. 3 секунды. Нет, походу, не знаю, отнято, не вырвать. Очень близко, реально очень близко. И, кстати, легион упал в Джамм, у легион упал в Джамм, но уже время кончилось. то что же он может считаться счетом 6 10 для меня было даже умрет он даже умрет мы ждем да регион упал в джамп на нулевой секунде но это не считают это не засчитает не уже не засчитают данного считает но еще только близко с 10 это две секунды две секунды и и не бы победили но древесит выигрывает легион очень долго держался весь бой не упал ни разу в джамп на сколько я понял и он упал вот на последних секундах а там ты видел да то есть гриффины там дремфлит почти снял весь свой джамп не знаю не знаю что произошло видимо блэкбер второй был за джампин поэтому гриффины смогли себя реализовать как я уже говорил в начале да то есть если они кинут все свои джампера они все-таки проджампят лего что похоже блэкберт был либо в джампе либо от нейтрин флитфон нет скорее всего в джампе от нейтрин он быть не мог почему легион от нейтрин под каплей не-не-не я имею ввиду блэкберт был от нейтрин а ну тоже вариант тоже вариант я кстати нейтринкаф не ошибко следил за нейтринками не там были нейтринки от флитфонов именно на нем поэтому я как бы говорю реально хороший бой ну как хороший он не очень динамичный но по факту очень близкий друг другу были ребята и могли победить и другие ребят тем временем с нами сварок да всем привет привет